доброе утро друзьям 930 мы уже сходили собаки бегают сходили в поликлинику сдали всевозможные анализы осталось только кровь сдать вот и потом еще пошли в стоматологию там была маленькая мучить насколько все школьники будут в школе и мы получили справку для короче для детского сада осталось только сдать кровь в пятницу охладный но кстати да вижу сегодня уже потеплее плюс 12 сегодня обещаю артемия пчелы бахилов в коляске ты засуну понятно хорошо быть чистая а еще много пути успели забежать на мусорку издать наш раздельный мусор потому что я недели не могла туда дойти у нас уже просто в кладовку это все не помещалось и теперь мы идем домой 10 уже будем дома и как раз у меня будет четыре часа на то чтобы сделать работу прибраться приготовить обед я хочу помнить голову я собрала сильно волосы потому что не было с утра времени я понимаю что мне дискомфортно впихнуть успеть а ну и rexia шов обработать как сохранение недовольны что она ходит рупоре но стоило снять его с ним для того чтобы вывести ее на прогулку так она пока ждала пять минут пока или лапы по мою сразу начала вылизываться поэтому без вариантов к сожалению придется ей помучиться ради благого дела я смонтировала влог за вчера сейчас буду сохранять получился коротенький половина минут я даже не заметила что я вчера с вами не поздоровалась во влоге мы так торопились так 25 же вчера было до 25 выводим я уложила арину спать я помыла голову я прибралась но не все тут коробки блин лежат уже неделю наверное никак разобрать не могу лично не когда сейчас пойду обедать обед я тоже приготовила вот и все решка проснется и мы поедем надо по делам на другой конец города съездить за документами вот у меня сегодня такой ритм жизни я чувствую себя не знаю кем наполеоном что ли просто очень очень много пихнула в график пока тьфу 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 мы не отстаем так я не поняла почему эти вещи здесь оказались так Артемий со сказками там своими так Артемий молодец прибирает детскую уже уже остались столы так дети уже поели что я приготовила я приготовила куриные котлетки запекла очень вкусные получились дети с удовольствием съели еще и добавки оба просили и сварила чечевицу и сварила макарошки которые там из чего-то из шпината из моркови короче вот так вот на скорую руку у меня сейчас нет вдохновения и времени на готовку зимой как-то я всегда больше готовлю потому что зимой ты сидишь дома ну не знаю как-то располагает это к тому чтобы что-нибудь там приготовить по весне уже такой что есть так сейчас мне будет вкусно и я поем одна без Арешки и Артемий кто меня не будет дернуть каждую минуту мам дай то дай это Арешка поспала и мы собираемся поезжать хорошо клади к себе в карман я вызвала такси и вы представляете ляля ты ляля и вы представляете мы назначили машину водителя с которым мы ездили как раз туда то же самое место машина под тобой вот и это тот водитель который помните еще подарки детям дают я его по имени узнал у него очень редкое имя а мы ему конфеты привезли да не привезли да мы решили ему взять конфетки я выбрал похожие на батончики такие большие интересно у него там в профиле высвечивается или нет что это мы мы тогда в тот день с ним три раза подряд ездили у меня вообще никогда в жизни такого не было ага и у меня наверное тоже потому что с тобой езжу Андрей я хочу с ним уйти езжу так иди и возьми другую какую нибудь игрушечку хорошенькую для нее делят все игрушки все как у Псевята всегда нужна именно та игрушка которая нужна другому и без вариантов пусть она бегемотика прокатит подожди ты ей не отбирай丼 не отбирай а Арина хочешь с сойтой там вот это呵 igh opora смита Ты даже не Знаешь что Т 멍отик это подарил Что ж феев gleba подпишется наше ооооо которая Турчелка одежду и тебе это пошило господи хит у тебя или кто вот те Титах нет она его не шила а он Active Он же в посылке Василька был. Не, 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 это не Василёк. О, Артем, вы же все посылки в голове перепутались. Давай, перекладывай. Ты поедешь за демотиком, да? Мы распаковали это, когда говоришь, что это посылка Василёк. Дядя повезёт нас. Нет, Арташ, в Васильке у нас игрушек не было. В Васильке мы игрушки заказывали только один раз, и это бабушка себе заказывала котика. Какого? Игрушечного. Какого? Котик-подушка. Иди сюда, Артем. Мяу? А почему я его не видела? Я же у бабушки в гостях была. А ты её спроси в следующий раз, когда к ней поедешь. Мама моя, кстати, начала делать ремонт у бабушки и дедушки. Она доделала ремонт своей ванной. Она сама сняла покрытие с ванной. Сама её залила. И после этого у неё тут работы много было. Ой, ой-ой-ой. Что такое, что спросилось? За брукты непромокаемые. Да, на деньги непромокаемые. А то вечером замерзнешь. Ну и, короче, она была там всё занята. А потом я ей звоню в какой-то день, говорю, что ты на работу едешь? Она такая, нет, у меня там пациенты отменились, значит. Я у бабушки с дедушкой ремонт делала. Я говорю, мам, ты как в этом мемчике. Как её остановить? Её нельзя остановить. Она у себя всё отремонтировала и пошла делать ремонт у бабушки с дедушкой. Но у них там действительно надо. Ой, машина подъезжает. Так, заболтались мы. Артемий, давай. Надеюсь, это тот. Да тот, тот. Он уже подъехал. Сейчас, зачем я получу прическу? Боже, может, я смогу походить пока без шапки. Чем ты надеваешь шапку? Обожаю эту систему ниппель в нашем УФМС. Ты подаёшь документы в понедельник, тебе должен онлайн прийти ответ во вторник. Но ответа нету, потому что они уже больше полугода не могут починить систему, поэтому в пятницу ты едешь на приёмный день, потому что раньше нельзя. И узнаёшь, что у тебя документы не приняли, потому что... Потому что один закон по документам принят, но у них он ещё... У них вот не принят, поэтому он не работает, и надо немножко по-другому подать документы. Хотя, в принципе, можно было бы, простите, жизнью принять с корректировкой, но нет. Надо всё заново подавать. Вот, поэтому я заново онлайн всё подала. И завтра мне должны позвонить. И, скорее всего, завтра я снова сюда поеду. На остановку прошли. А нам не на эту. Я вообще не понимаю, во сколько. У меня завтра есть дела, и она завтра записана в налоговую. У него кружки. Короче, а надо будет сидеть и ждать звонка. А это позвонят, и я бегу-бегу к вам. Лечу через весь город. Вот так. Но ничего. Знаете, я уже как-то стала принимать вот это вот. Возьму с документами. Надо же это делать. Это часть взрослой жизни. Я стала спокойнее к этому относиться. Меня раньше просто бомбило с этого всего. Сейчас я уже терпеливо это всё заполняю. Я себе сказала внутренне. Это моя работа такая. Я её делаю. Вроде получилось. Сейчас идём по Атаху. Очень шумные улицы. Обратно поедем на автобус. У меня укачала в такси. Не хочу я в такси. И тем более у нас есть время. Потому что Кирос один ещё собирается. Мы сегодня ведём детей в игровую. Мы им обещали. Да. Я вводу машинку, скачу с горки котика, а потом сам за машинкой котиком. Да. А ещё Герой Арину возьму на горки и на дельфинах их покатаю. А ещё у нас Артемий, по-моему, за последние три дня только полчаса смотрел мультики. Потому что у нас условие, что он должен убрать комнату, прежде чем посмотрит. И всё никак не может закончить. Ты там близок к завершению? Ты не убрала её сегодня, да? Всё равно. Да. Это печально. У меня... Что? У меня, если я почитаю, то полтора часа сегодня. А если на завтра оставлю, то два часа и полчаса. Да, но при этом мы... Завтра будет ли у тебя время почитать? И сегодня, не знаю, завтра тоже будет много беготни. Блин, ну это, конечно, облом. Я надеялась, если не сделаю документы. Завтра не успела мультики посмотреть, то у меня уже будет три часа и полчаса. Да, ну и ты понимаешь, что это всё не в один день. Хотя можно, если длинный мультик. Нет, с Ариной не получится. А пока она спит? Ну, пока спит, да. Можешь какой-то полнометражный посмотреть даже. Удобно, да? Да. Да, она спит. Если много времени осталось, то надо не короткие мультики смотреть, а длинные полнометражные. Да, это точно. Тебе так удобно ехать, Арина? Давай я тебя на ручки возьму. Угу. Нет? А шапку снять тебе? С братом будешь? Давай шапку снимем, жарко. Да. И брату. Спасибо, Арина. Ой, всё упало. Держи её. Хочешь... Давай ты ему на коленке сядешь? Разверну тебя, давай. Сможешь в окошко смотреть. Пойдёт? Хочешь в окошко смотреть? Мама, давай, переворачивайся. Посмотри на меня. Ты сам-то поделаешься, сядь. Арина, давай в окошко смотри. Не видно, что ты есть. Малиска тут. Надо повыше сесть. Хотите повыше сядь? Малиска. Есть. Руки и рука одна. Арина, ты довольна? Да? Да. Угу. Да ещё не путь. Гражданский наслед. Арина, зови Киру. Спасибо. Спасибо. Что-что говорите, девочки? Что вы говорите? Они тут беседы ведут. Заказываем еду. Артемий уже умчался в игровую. Да, мы выберем, поиграем и потом пойдём снова. Сидит озадаченный в новой футболочке. Покажи футболочку. Сердечко. Бубо тебе? Бубо. Бубо тебе? Бубо. Ну, давай я сниму. Новая игровая. Арина бежит и кричит. Брат, брат. Мам. 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 Я здесь. Мам. Биби такую, пожалуйста, машинку. Какую? Где она? Ну, давай пока без неё мы покушаем. Ты её сам возьмёшь? Какая большая горка. Там Арина одна не сможет скатываться. Вот после еды, после еды. Арина, идём, идём, идём. Она у меня на коленке. Не, 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 я одной не разрешаю. С тобой тоже. Это слишком высокая длиня. Это слишком высокая горка длиня. Я хочу с машинкой спуститься. Иди, сходи в коляске её возьми. Коляска слева стоит. Просто она куртки не забита. Типичная ситуация. Ну, я не знаю. У меня в руках были дети. Арина, дай мне машину. А у меня они тоже в кармане. Нам ищут дали такие талоны. За ними пошли кататься. Не надо на такую большую. Это опасно. Если будешь катиться, Кира, то на животике надо катиться. А нам туда можно, интересно? Тут не вижу ничего. Конечно, можно. Ну, не везде. Пошли. Ну, ладно. А я собираюсь. Просто я хочу её подстраховать. Ничего себе, Арина. Ты уверенная. Скалолазка. 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 А мы за тобой. Нет, паровозиков нет. Ох, попробуй убедились. Стой! Я спою, как побольше. Да, вперед стартуй. Я боюсь. Давай. Артемий, только не лезь сюда. Какая скоростная горка, однако. Да, и не скоростная она. Почему она такая? Аккуратно. Давай, залезай на бензина. Да, мы приходим в игровые комнаты. Артемий, аккуратно ты её ударишь. Я везде слушаю тех, кто Артемия. Снимай на зелёного. На зелёного. Всё, накаталась. Такие видавшие виды просто. У Зуми поновее оборудование. Куда пойдёт? Батута. Арина боится батута. Артемий, не бойся! Иди, иди! Тут хорошо в том плаве, а что тут густо. Артемий! Господи, густо к энергии бесконечной. И он такой всегда. Из него прям фонтанирует энергия. Я тут. Артемий, не прыгай рядом с ним. Вылезай, ты боишься, я вижу. Вылезай. Не нравится тебе это. Пойдём, там есть горочки маленькие. Арина испугалась. На батуте ей не нравится. Неустойчиво. Слушай, покажи, покажи. Ой, какая... А что это на игрушке такая? Как ты классно танцуешь. Скорей, догоняй Киру. Скорей. Долди туда, Кира, ручка. Арина выбрала тактику. Нет, за Кирой, за Кирой, не на горку. Да. Давай, давай. Поднимай. Поднимай. Вот, молодец. Давай, давай. Держись. Тем временем Артемий. Так-так-так, залезай, залезай. Молодец. Такая скалолазка. Ты решила на животике? А пойдёмте, может, на ту горку с шариками? Сейчас дам тебе. Мы сели кушать. Опа, хорошо снимать. Так, камеру, какое качество. Только лень её это таскать. И на улице намного удобнее снимать на телефон. Огурчик. Да. У девчонок. Смотри, у тебя что-то. Котлетки с пюре. Арина ест сельдерей. Вкусно? Дрю, вот так котлету. Ты только котлету над полом не держи. Положи котлету в тарелку, а то она выпадет у тебя. Давай, разрезай на кусочки котлету. Морковки так много. Где? Супер, так урится. Тебе разрезать? Супер, это ты морковка. Ай, рука заболела. Такая тяжёлая морковка, что рука заболела. Представь. Тарелка. 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 Садимся и угоняем автомобиль в ход с другой стороны Арина. 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 Всё что надо знать. О кстати вон Артемий. Артемий. Я на тебя хочу спросить. Что? А ты потом не считаешь? А? Нам только когда идёшь туда, входишь даёт такие упорки. Да. Так, идём. Где идём? Помладше. Ой. Я тут. Я здесь. В логерше. здравствуй что ты хочешь а чтоб я тоже пошла сюда а как тут прохладно тут где-то конди в потолке опля какие пенечки куда и там 1 смотри там сетка а там дальше только спуск арина не надо арина ты хоть съезжай давай съезжай отходи теперь отходи я сейчас делаю массаж почувствовала себя чемоданом в аэропорту мы наигрались там где-то два часа с небольшим там быть и успели еще поесть еще шикарно нам очень понравилось и теперь довольны идем домой так хорошо выходишь вечером девятый час светло тепло красота девчонки напестились едут зевают обе до у артемия павел артемий палец прыщинку все верно а ты помашешь мы пришли домой я разогреваю детям ужин и буду потом укладывать спать вот мы когда переходили тут перекресток около дома уже ехали пожарные машины трудно было ступить дорогу все смекалками сиренами и они поехали в дом который прямо рядом с бассейном мы еще идем думаю чудо вы что ли надо этим тротуаром или может это дым у нас тут шашлычная рядом они делают шашлыки по выходным иногда очень у них этот дымок идет еще очень вкусно пахнет может к ним ветром снесло что ли ну короче какой-то такой дым или туман непонятный оказывается это пожар там в доме знаете наверно 3 4 этаж на нам не видно было потому что там со двора но в общем в итоге пока мы переходили дорогу туда три пожарных машина подъехала там толпа людей все стоят снимают на телефоны ну то же таки издалека чего там происходит мы ничего не увидели сейчас не знаю то что мне ничего из окна не видно то что другие дома загораживают вот но в общем пожар там причем такой конкретный я думаю там как минимум одна комната выгорит в этом доме надеюсь там пострадавших нет вот так что вот так еще к дому подходили встретили алешера то есть мы шли по парковке и тут он подъехал но он потом опять уедет по делам сейчас поужинает и поедет как обычно вообще его просто дома не бывает то есть заезжает очень часто бывает скажем приедет в 7 вечера поужинает пока самые пробки и потом еще на два-три часа уезжает выделать дела там кто-то встречаться чтобы ну короче не по этим пробкам потому что сейчас ремонтируют дороги у нас и это просто жесть у нас полгорода перекопано и все стоимя стоим тоже сегодня ехали вот когда туда другой район тоже встретили три или четыре раскопки полотна вот ну ладно все я на этом закончу потому что детей уложить работу и сделать короче дофига всего у меня завтра еще рабочий день насыщенный поэтому держимся в темпе я чувствую себя очень уставшим умеющий спорт делать и я не выспалась а завтра снова вставать по так что надо побыстрее все сделать чтобы побольше поспать так что увидимся завтра всем хороших майских они совсем скоро уже наступит жалко еще не достаточно тепло чтобы ехать дачу но тем не менее это прекрасная все пока-пока